Футбольный клуб Рубин представляет Привет всем, это Неделя Рубин и с вами, как всегда, Роман Титов и Адель Бурганов. Обсуждаем последние новости команды в нашей передаче. И сегодня у нас в гостях один из самых приятных собеседников в российском футболе Александр Рязанцев. Привет. Привет, Саша. Привет, ребят. В матче с «Спартаком» такое ощущение сложилось, что не хватило сил на два тайма. Я думаю, что именно в матче с «Спартаком» нам больше не хватило эмоций. А по физическому состоянию, как показывают последние матчи, мы во втором тайме обычно прибавляем. Во втором тайме с «Локомотивом» команда прибавила. В первом смотрелось «Локомотив» чуть острее, во втором у «Рубина» были моменты. Почему так происходит? Ну, потому что у нас связка центральных защитников вообще в таком сочетании не играла ни разу. Плюс они вообще в целом не играли давно и пока втянулись в игру. Я думаю, от того, как они начинали атаки, ну, первые передачи, и во втором тайме от них больше пошло передач в центр поля. Естественно, от нас больше в нападение. Я думаю, с этим связано многое. После ухода Кристиана Нобуа ты все чаще стал появляться в центре. Сам ты говорил не разу, что тебе комфортнее играть именно в центре поля. Сейчас как себя там чувствуешь? Мне нравится очень, потому что там, по сути дела, если игра идет, то она идет через центр поля. Вот, конечно, когда мяч рядом, это очень интересно. До сих пор в прессе обсуждается, что уход Кристиана как будто сказался на нашей игре серьезно. Ты как считаешь? Я думаю, что это, конечно, качественный игрок. И то, что он ушел, у нас немножко просто, может быть, какой-то дисбаланс был. Но в целом, я думаю, это не сильно сказывается. Рубин не та команда, где один игрок что-то сильно решает. Что скажешь сейчас в сложившейся ситуации в турнирной таблице? До зоны Лиги Чемпионов 6 очков. Осталось 4 матча. Надо верить в лучшее. Вот, несмотря на то, что, конечно, матчи мы выиграем с большим трудом. Но будем надеяться, что наши соперники потеряют, а мы приобретем очки. Давайте посмотрим, что пишут о матче с Локомотивом в интернете. Ничейный результат был более чем справедлив. Таково мнение Александра Бубнова о прошедшем матче с Локомотивом. Юрий Цыбанев сравнивает игру команд в атаке с пенем под фанеру, а Андрей Колесников отмечает запас прочности нашей команды. И несмотря на различного рода потери в составе, Рубин временами показывал именно ту игру, которую команда ищет на протяжении всего сезона. Но голевой форвард, по мнению автора, остается для Курбана Бердыева несбыточной мечтой. И Сергей Давыдов на новом месте пока молчит. Да и в матче с железнодорожниками нападающий несколько раз простил хозяев. Евгений Ловчев недоумевает от напада главного тренера Локомотива на судейский корпус, а Игорь Робинер отмечает непривычную позицию Дидюна на поле, юное дарование Лока под Березкина и привычку Рубина играть в закрытый футбол. А если говорить о матче с Локомотивом, тебя вообще удивляет, что в Локомотиве так много доверяют молодежи? Нет, не удивляет, потому что если вы посмотрите чемпионат Португалии, Кусейр, именно португальский специалист, там играет, по-моему, средний возраст, что-то чуть-чуть за 20. Так что очень много молодых футболистов выходит из португальских школ, спортинг, Бенфика, Порту. Так что это, в принципе, не удивительно. Почему в России такого нет? Менталитет. Наша молодежь, то есть, еще не готова? Ну, вы знаете, как не готова? А кто вот мог сказать, что Бурлак и Беляев готовы? Но играют ребята, конечно, не без ошибок, но очень хорошо играют. И год поиграют, два поиграют. Потом это будет, возможно, уже сейчас говорят об этой связке, как о связке и для сборной. А что значит менталитет, я понимаю? То есть наши люди привыкли доверять тем, кто уже давно на виду. Кто опытный? Ну да, опытный, все-таки, вот как-то, вот это, наверное, самое ключевое слово, на которое опираются. А ты вот уже давно в Рубине, да, ты можешь выделить кого-то из молодых? У нас очень много ребят, просто достойнейших, вот, но в то же время и обойма основного состава очень большая. И здесь, конечно, надо как-то очень сложно, мне кажется. Я даже не знаю, если бы я был в роли тренера и столько игроков было бы, конечно, хотелось бы дать шанс молодым, потому что действительно есть очень хорошие ребята. И там Миша Горишвили, и Алишер Джалилов, и Никита Бочаров, вот, и Нуров пришли. Очень сильные ребята. В России сейчас переходный чемпионат, достаточно уникальный. И, судя по вывеске, вообще, вот эта игра первой восьмерки, это смотрится очень классно. Как ты думаешь, вот эти поля, которые сейчас были в начале весны, подпортили немножко вот эту вот вывеску? Я думаю, они немножко, они очень сильно подпортили качество футбола, которое эта восьмерка могла бы дать при хорошем поле. Что ты скажешь про поле в последний матч с Локомотивом? При таких полях, когда дождь идет, это намного лучше, потому что мяч начинает кататься, и, возможно, играть в футбол, комбинировать. Когда газон сухой, то вот здесь уже действительно бей вперед, игра придет. А теперь давайте посмотрим, как выглядит поле центрального стадиона. Об этом расскажет Антон Бычков. На центральном стадионе полным ходом идет подготовка травяного покрытия к матчу с Кубанью. Прекрасная весенняя погода, установившаяся в столице Татарстана, позволяет газону выглядеть с каждым днем все лучше и лучше, радуя взгляд своим внешним видом. На сегодняшний день газон уже полностью готов к игре. Сейчас ведутся полномерные работы, заканчиваются, завершаются. Как вы видите, идет пострижка газона полным ходом. Значит, проведены все работы, весь полностью комплекс выполнен и подсев. То есть на сегодняшний день газон полностью укрепился, укоренился. Этот газон сейчас уже постоянно на нем можно спокойно играть в любой погоде. То есть он близок к идеальному, который должен был быть? Он, конечно, еще далеко не идеален, но уже ближе к этому. Что касается дренажной системы, то она будет готова к возможным осадкам. Если будет небольшой дождь, какие-то осадки, то, соответственно, газон выдержит. Но если будет очень сильный ливень, то здесь мы не в силах ничего сделать. Хочется верить, что газон центрального стадиона предстанет в субботу в прекрасном состоянии и позволит командам показать свою лучшую игру. Ты частенько критикуешь футбольные власти. Не только ты. Вообще в России образовался такой действительно подбор правдорубов. То есть Роман Широков, Аршавин, Симшов недавно резко высказал. И Шаронов у нас. Да, то есть и Шаронов не выбирает обычно слова, когда комментирует какие-то события в нашем футболе. Нет желания после окончания карьеры стать футбольным чиновником и навести в стране порядок? Очень есть большое желание, действительно. Я не говорю, что эти люди не делают что-то, но они наверняка много трудятся. Я надеюсь, они думают, обдуманные решения принимают. Но как-то дело со словами не вяжется. И иногда действительно такие выражения слышишь. Ну а про то, что судят по делам, вы все понимаете. Я не знаю, как-то надо было подготовить. Потому что такой безобразие с полями действительно первый раз. В принципе, здесь валить на организаторов. То есть если бы это было одно поле, у кого-то плохое, это одно. А когда ты приезжаешь, везде поля плохие. То есть, то вот это уже, когда это системный характер носится, здесь очень надо как-то призадуматься. Я не знаю, как-то было подготовить. Потому что, опять же, от этого пострадали только зрители. И ребята, которые по таким полям получают травмы. И тоже сейчас будет сборная участвовать в Евро. А вдруг что случится с основными игроками? Так что... Сейчас у нас много говорится про лимит и про его возможное ослабление. Ты вообще как относишься к лимиту? И на твой взгляд, лимит на легионеров в нынешнем виде сильно разворотил российский футбол? Вы знаете, вообще лимит, я считаю, не нужен. Потому что сильный игрок, он или играет, или не играет. То есть помочь вытягивать искусственно людей, которые не тянут по мастерству. Просто завышается цена. И честно, это все надо, мне кажется, руководителям клуба обсудить между собой. Чтобы это просто не было обычное зарабатывание денег. И все. Конечно, лимит, он чем хороший? Если покупали действительно людей, у которых можно было бы поучиться, это здорово. А когда идут непонятные закупки в клубы по 8 игроков, которые даже не играют, вот это, естественно, наводит на всякие мысли непонятные. Но это дела каких-то клубов. А в принципе, я считаю, что лимит вообще не нужен. Надо развивать юношеский футбол. Как-то смотреть, куда пропадают наши ребята. Потому что до 17 лет у нас просто колоссальное количество талантов. Но почему-то доводит до ума очень мало кого. И здесь вопрос, опять же, в детских специалистах. В специалистах, которые работают потом в молодежных командах. Мне кажется, может, как раз следствие того, что лимит на легионеров, ребята рано успокаиваются и перестают прогрессировать. Да, я не думаю, что здесь какая-то одна причина. Это очень большая система, которую надо, опять же, отрегулировать. С тобой приятно общаться. Ты знаешь какие-то такие вещи, которые, может быть, многие футболисты не любят обсуждать. При этом ты не очень часто замечен в соцсетях, насколько я знаю. Ну, я вообще там не замечен. Я вообще не замечен. А вот другие футболисты активно ведут твиттер. Например, Роман Широков. На сегодняшний день, наверное, ты одна из первых, если не первая медиаперсоны в России. Ну, наверное, лишь после Сергея Фурсенко. Да, наверное, после Фурсенко. Как ты относишься к такой деятельности футболистов? Отлично. Он очень интересный. У меня просто друг, ну, многие там читают то, что он пишет. Вот иногда обсуждаем. Отлично. Народ должен знать и считать, что происходит в футболе. И не надо бояться рассказывать, потому что люди приходят, иногда не понимают, почему такой плохой футбол. Понятное дело, что футболисты тоже виноваты в не в зрелищном футболе. Но это, вы посмотрите, чемпионат Германии, там 80 тысяч болельщиков на Баруси приходит каждый матч. Каждый матч 80 тысяч болельщиков. И каждый матч. Ну, как можно не бегать, когда тебя 80 тысяч болельщиков поддерживают? Я не понимаю. Причем в Германии даже во вторых дивизионах полный стадион. Да, я ходил один раз именно на второй дивизион. 35 тысяч пришло на Мюнхен 860. Ну, продолжая рассказ о соцсетях, почему ты не ведешь твиттер? Вы знаете, я как-то с компьютером не очень люблю долго там, и глаза от него болят, и просто не хочется на это тратить времени. Чем хотел заниматься после окончания футбольной карьеры? Ну, пока глобально я не думал. Я думаю, когда я еще хочу очень долго поиграть, и когда уже буду ближе к 40 лет, возможно, что-то само собой получится. Казанские спортсмены не только жалуются на то, что в Казани не так много ресторанов. Вот недавно прошла информация, что ты приобрел дом Фукса и собираешься его реставрировать. Решил исправить ситуацию? Нет, как вы знаете, сейчас вообще в целом в Казани идет большая стройка, реставрация центра, и вот, и просто мы с товарищем решили поучаствовать в этом, вот, и отреставрировать одно из зданий в центре. Ты уже давно в Казани, да? По сравнению с тем временем, когда ты сюда приехал, как вообще изменился город на твоем месте? Ой, вы знаете, даже вот, мне кажется, двумя словами невозможно. Очень сильно изменился. Стало комфортнее? Конечно, я думаю, сейчас, когда стройка закончится, и я надеюсь, постелит хорошее дорожное покрытие, будет очень хорошо. Ты предугадал следующие наши два вопроса, кстати. Оно закончится, как думаете? Да, ну, просто, я надеюсь, это связано с тем, что сейчас очень много тяжелого транспорта ездит по городу, и поэтому пока не перестилают. Ну, хотя где-то уже что-то меняют. Не раз говорил, что хочешь попробовать себя в Европе? Желание осталось сейчас? Конечно, конечно, желание осталось, и я периодично общаюсь с агентами, вот, которые предлагают какие-то варианты, но они меня пока не устраивают. Не Испания, потому что? Не любимая Испания? Почему? И Испания в том числе, но... Как твое изучение испанского? Отлично, но практики не хватает в России, все-таки, несмотря на то, что у нас много испаноязычных игроков. Вот, но с ними все равно как-то привет, пока, как дела, и все. Ну, и переходим, наверное, к Блицу, да, то есть вопрос-ответ. Казань или Москва? Москва. Голевой пас или забитый мяч? Голевой пас. Барселона или Реал? Однозначно Барселона. Польша или Украина? Украина. Пенелопа Круз или Анжелина Джоли? Анжелина Джоли. Скорпион или Саб-Зиро? Саб-Зиро. Светлая или темная? Светлая. Твоя самая сильная черта характера? Ух, доброта. Спартак или ЦСКА? Спартак. Баскетбол или хоккей? Хоккей. Сергей Фурсенко или Андрей Фурсенко? Не тот и не другой. Никита Джигурда или Стас Михайлов? Ну ладно, пускай Джигурда в этом поселей. Месси или Роналду? Месси. Дом-2 или Аншлаг? Камеди-клаб. 1-0 или 3-2? 3-2. Плохие поля или пустые трибуны? А при плохих полях трибуны полные? Тогда плохие поля. Ну я думаю, интернет или телевидение мы уже выяснили, да? Однозначно, да. Книги. Гвардиола или Мауриньо? Гвардиола. Филармония или рок-концерт? Рок-концерт. Рыба или курица? Курица с рыбой. Спасибо, Саша. Хотим тебе пожелать удачи в ближайшем поединке. Ну как, собственно, и всему Рубину. И надеемся, что вы порадуете болельщиков уже в ближайшем матче с Кубами. Ну и можешь что-нибудь сказать им? Хочу хорошей погоды пожелать. Потому что, когда хорошая погода, настроение больше, возможно, просто погреться. Кто-то захочет на трибунах. Поэтому приходите. Мы будем играть. Пожелаем Рубину удачи в предстоящих матчах с Кубанью и Зенитом. С вами была программа «Неделя Рубина» и ее ведущий Роман Титов и Адель Бурганов. Увидимся на футболе! Субтитры создавал DimaTorzok